И посмотрим, например, вызовы действий по чтению и по изменению элемента. Давайте что-нибудь в него запишем. Какие здесь есть параметры? Конечно же, ID элемент, наверное, самое важное, нужно четко определить элемент, в который мы пишем. Будем мы с вами здесь писать, для примера, в ту компанию поставщика, который выбрал у нас пользователь из тех, что уже есть в системе. Параметры шабона – поставщик. Что мы будем здесь еще указывать? Это же тип документа. Тут у нас поставщики из системы должны понять, с кем мы работаем. И тогда нам дает возможность указать поле. Можем записать сумму последней заявки. Она у нас есть в наших заявках. Поле документа. Сумма. Сохраним. Собственно, все. Таким образом мы можем писать значения в элементы другие, будь это элементы этого списка, либо элементы какого-либо другого списка. Давайте проверим. Бизнес-процесс у нас отработал. Сумма у нас была с заявки 5000 рублей. Проверим, что у нас появилось в компании. Сумма последней заявки 5000 рублей. Все сработало, как нам нужно. Продолжение следует...